Господин Кокс, пожалуйста, выступайте от имени Объединенных Левых. Я не согласен с Бобом Уолтером, что мы можем выглядеть глупо. Европейская платформа парламентской дипломатии, и Боб Уолтер был со мной на одной стороне, к сожалению, мы сейчас разошлись здесь. У нас самая маленькая группа, мы не можем оказать влияние на голосование, мы только можем использовать свои аргументы, почему мы за эту резолюцию, и почему мы возражаем поправок, которые пытаются направить на изменения. Мы считаем важным послать Сегланд, что несоблюдение территориальной ценности это явное нарушение международного права, и эта резолюция подчеркивает это, и поддерживаем это. Второе, мы считаем важным, что крупнейшее государство-член ведет гражданскую войну на Украине. Мы должны дать понять, что мы уверены, что Россия не делает все возможное для прекращения этого. Мы поддерживаем эту резолюцию. Мы считаем важным дать понять другим контрагентам Евросоюза и Соединенных Штатов не вмешаться в конфликт на Украине и помочь прекратить противостояние вооруженное на Украине. Если это резолюция направлена на это, то мы ее поддерживаем. Четвертое, мы считаем важным никогда не забывать ответственность за возвращение в столу переговоров. За это ответственно отвечает украинское правительство. Декларация, завеление Порошенко, который сказал, что нет военного решения этого конфликта. Если это будет отражено, то мы поддержим эту экскурсию. Длинные трудные переговоры между членами политическими группами поддержили 4-5 руководителей групп. Компромисс достигнутый должен быть сохранен очень осторожно. И таким образом мы поддержим эту резолюцию. Шестое, поскольку резолюция является компромиссом, у нас есть серьезные проблемы с поправками, которые, согласно докладу, изменятся характером резолюции. Мы хотим авторов этих резолюций внимательно подумать, хотят ли они эти изменения вносить и поставить под угрозу весь проект. Седьмое, характер резолюции, если изменится, то это может послужить аргументом для российского парламента в пользу того, чтобы прекратить контакты с нашей Ассамблеей. Это может способствовать ухудшению позиции в отношениях с нашим Советом и с судом по правам человека, который представляет 130 миллионов граждан России. Восьмое. На этой неделе председатель комитета министров объяснил, что нет ограничений, которые предлагаются в отношении санкций в отношении российского правительства. Если все наши правительства посчитают необходимым сохранить их, свою демократическую платформу, то зачем мы, парламентарии, будем решать себя, возможности решать важнейшие задачи политические на главной парламентской платформе Европы. Надо поддерживать диалог в России, нельзя от этого отказываться. Вы знаете аргументы моей группы, вы теперь знаете, мы внимательно послушаем ваши аргументы. Спасибо, господин Кокс.